Многодетным семьям, детям-сиротам и малоимущим будут платить больше. Правительство региона приняло постановление о поддержке пяти категорий жителей. В частности, дополнительные выплаты получат дети-сироты, увеличат размер компенсации расходов на оплату жилищных коммунальных услуг для многодетных семей, вырастут выплаты приемным родителям и пособия по бедности. Так больше денег получать будут те, кто в них действительно нуждается. Существующая система мерцов с поддержкой населения была сформирована в 90-е годы, 20-е века. Из 126 мерцов с поддержкой в регионе только 17 сегодня предоставляются с учетом реальной нуждаемости, а остальные подсерегали принципы. Найти деньги в непростых экономических условиях удалось за счет перераспределения. Так депутаты областного парламента одобрили законопроект. Он предусматривает, что ежемесячные денежные выплаты, которые варьируются от 621 до 1119 рублей, будут получать только те ветераны, чьи пенсии не превышают 19 500 рублей, и при условии, что они не работают. Высвободившиеся средства перераспределят между нуждающимися. Прежде всего, работающие в возрасте молодом часть людей, которым на этом отрезке времени выплаты, часть выплат, они будут заморожены. В пользу тех людей, которые, скажем, остро нуждающихся. При этом есть семьи, многодетные семьи, есть дети-сироты, есть другая категория наших граждан-пенсионеров, которые практически проживают за чертой бедности. Вот принятие этого решения позволит нам создать условия, несколько выровнять, значит, создать им более благоприятные условия для их жизни, улучшения качества жизни. Подумали и о социально-экономическом развитии региона. На заседании Губернской думы скорректировали и бюджет на три года. Расходная часть увеличилась на 10 с лишним миллиардов рублей. Инвестиции, которые позволяют и сегодня, особенно завтра, жить лучше, инвестиции в основной капитал, увеличены в два с половиной раза. Добавили 10 с половиной миллиардов рублей денег в бюджет для того, чтобы реализовывать разные программы. Это и по линии Министерства строительства, Министерства социальной защиты, это образование, это здравоохранение. Доходы выросли на 6,5 миллиардов рублей, в том числе за счет поступления 5 с лишним миллиардов из федеральной казны. Эти деньги планируют потратить на жилищное строительство для молодых семей, подготовку к чемпионату мира по футболу, выплаты при рождении третьего ребенка, средства реабилитации для инвалидов, лекарства, модернизацию коммунальной инфраструктуры и на переселение людей из аварийного жилья. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.